Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио, Алексей Эрлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 апреля 2017 года, четверг, по одному из старинных, 36-й день месяца пробуждения природы, 7525 лета, вторник. Мы начинаем живой эфир, который посвящен теме «Как религия приводит к катастрофам?». Автор-сказитель Владимир Алексеевич Шемшук. Здравия, Владимир Алексеевич! Здравствуйте! Я сегодня как раз хотел обратить внимание, уважаемую публику, на то, как может религия влиять на экологию и вообще на космос. Дело в том, что когда у нас, в общем-то, уничтожили всех православных жрецов, но это было в годы советской власти, и, в принципе, заменили фактически православие на католичество, в общем-то, определять, как правильно молиться, то есть весь православный обряд, он исчез, и появился вот этот вот католический обряд, к сожалению. И вот сегодня мы вот видим, что сейчас огромная предсессия Земли, то есть у нас ось у Земли болтается. Возникло множество всевозможных трещин огромных, многокилометровых, как в глубину, так и в ширину, так и в длину, а это по всей Земле идёт. Об этом просто мало говорят, но это происходит, потому что силы Кориолиса, другие силы, которые связаны с этой болтанкой, они приводят вот к этим трещинам. Соответственно, нас ожидать всевозможные землетрясения, ожидать всевозможные катаклизмы. Множество вот этих вулканов, супервулканов, как Йоллстоун, Лагрита и других, там их порядка 30 сейчас уже открыли, они начинают постепенно просыпаться. Помимо них, конечно, просыпаются и просто вулканы, и это всё из-за того, что предсессия Земли начала очень сильно проявляться. Вы можете посмотреть на небо, вот в северном полушарии, кто живёт, и увидеть, что в действительности у нас месяц то нормально стоит, как он всегда должен стоять, то он лежит как люлька. А такое наблюдается только когда человек находится на экваторе. Но мы-то находимся не на экваторе, а это говорит о том, что Земля наша, то место, где мы находимся, поворачивается и достигает уровня экватора. Нам говорят, что предсессия Земли всего лишь там 200-300 километров. Но в действительности настоящая предсессия как минимум 10 тысяч километров. Из-за этого у нас и люлька на небе, из-за этого у нас и трещины в земле, и из-за этого у нас все экологические проблемы, смена года в течение недели-двух недель происходит, потому что мы то на северном полюсе оказываемся, то на экваторе. Из-за чего всё это произошло? Я буквально совершенно недавно узнал, что готовят нам новую ось Земли, которая будет проходить в районе Вифлеема, Иерусалима и Мекки. И в действительности у нас все иудеи молятся на Иерусалим, на Стену Плача, в направлении. Мусульмане молятся на Кабу, то есть на Мекку. То есть они находят направление в том месте, где они находятся, находят направление на Мекку, и в том направлении они молятся. Ну и католики тоже добавляют, потому что они, как правило, молятся на Запад, хотя у них там на Восток, но часть из них молятся на Восток, поскольку там конфессии разные, и протестанты, их много, и около тысячи сект, причём секты бывают очень большие. И вот это моление, оно приводит к тому, что у нас ось организуется в другом совсем месте, не на Северном полюсе, как она у нас сейчас располагается, и пока ещё располагается, потому что древнеправославные люди, они молились на Север. И вообще все конфессии, которые были, относились к древнеправославию, они все молились на Север. Сейчас моления поменялись. Что такое вообще моление? Вот мусульмане, они молятся правильно. Я имею в виду не по направлению, а именно по форме. Они складывают перед собой руки, и в них говорят молитву. Вот это действие приводит к тому, что у нас образуются звуковые солитоны, которые помещаются в том направлении и летят в то направление, в которое их посылает молящийся. И поэтому они формируются в этом одном месте и создают большое вращающееся психополе. И звуковое поле, потому что звуковые волны, если они вращаются, они не затухают практически никогда. Когда ещё было древнеправославие в силе, а это в принципе вплоть до войны, пока они успели всех священников расстрелять, у нас были храмы с четырьмя звонницами. И четыре звонницы, в которых было 108 колоколов, каждый колокол или билы, они обозначали ту или иную букву. И когда в них одновременно били, возникал сфера звука, распространяющиеся неограниченные расстояния. И они эти расстояния преодолевали и в округе, и вообще по всей стране. Все знали, что происходит, о чём сообщают колокола и билы, и что нужно делать. Они таким способом имели между собой связь. Сейчас этих колоколей нету, осталась только одна колокольня, которая в принципе ничего не решает. Нам говорят, что раньше были говорящие колокола, секрет которых утерян. Но секрет не утерян. У нас просто уничтожили три лишних колокольни, как они посчитали. И в результате этого никаких говорящих колоколов не стало. Когда люди молились на север, они тоже молились правильно. Дрели прославные тоже молятся в ладони. Причём у них моление идёт и вот такое. То есть вот здесь они изменяют свой угол. Угол, который может быть равен божественному углу. Этих божественных углов в первом коне всего 24. И соответственно можно было передавать богам свои намерения, свои славы, свои требы и всё, что было связано с божественной литургией. Сейчас в силу того, что христиане молятся вообще, они просто складывают ладони перед собой или и этого не делают. Мусульмане молятся правильно. Они открывают перед собой ладони. У нас много всяческих пророчеств, что ждёт Землю. Одна из них – это катастрофа. Катастрофа, которая вызвана тем, что у нас много людей имеют плохие эмоции. А их иметь, естественно, можно. Только хотя бы из-за того, что у нас бардак существует не только в нашей стране, он существует повсеместно, по всей Земле. И даже в Америке, казалось бы, в процветающей стране этот бардак существует тоже. И существует он только благодаря тому, что существует эта финансовая система, которая всех людей, в общем-то, посадила на крючок, потому что в Америке все живут в кредит. И как только у человека не хватает чуть-чуть заплатить окончательно взносы, как правило, с него начинают требовать сразу же погашение долга, естественно, он это не может сделать, его выкидывают из коттеджа, за который он практически уже оплатил, и у него забирают машину, за которую он практически уже заплатил. И таким образом у людей возникают отрицательные эмоции. Такое практикуется и в России, но не в такой, конечно, степени, как в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки это сплошь и рядом. Среднего класса там тоже не стало, как и у нашего. И Трамп, который сейчас вроде как бы хочет взяться, дай бог ему, чтобы он это все смог ликвидировать, чтобы не было этих отрицательных эмоций. А отрицательные эмоции одного плана, они тоже складываются, и тоже получаются круговые солитоны, круговые вращательные движения, которые могут существовать бесконечно долго. Они накапливаются в атмосфере, они накапливаются в литосфере. И из-за этого сегодня мы можем наблюдать, как еще совсем недавно Америка не знала, что такое вихри, которые создают отрицательные температуры. Минус 50 градусов. Они получаются именно потому, что существуют эти солитоны, этих отрицательных эмоций, которые закручивает и воздух, закручивает и сам, саму литосферу. В результате в литосфере скапливаются эти огромные напряжения, огромные вращения вот этих вот солитончиков, которые в сумме создают, и начинают пробуждаться супервулканы и просто вулканы. А в атмосфере, когда они концентрируются, возникает столб, который достигает стратосферы, в которой минус 70 градусов. И этот столб затягивает отрицательную температуру на поверхность Земли. В результате чего два года назад в Америке в принципе каждый житель, у которых дома не приспособлены к таким низким температурам, оказался банкротом, потому что они топили дома электричеством. Электрические компании еще в этот момент взвинтили цены, ну, как положено при капитализме. Понятно, что в результате этого пришлось вмешаться и президенту там, как-то там этот конфликт уладить, но, тем не менее, это те факты были. Сейчас такие смерчи, такие вихри появились и в Сибири. А это говорит о том, что и в Сибири нам пришел капитализм со всеми вытекающими последствиями. То есть это банковская система, которая заставляет людей испытывать отрицательные эмоции. Это и не только банковская система. Отсутствие работы, отсутствие возможности нормально лечиться, бесплатно нормально учиться, все это вызывает отрицательные эмоции у наших людей. И, соответственно, вот эти появляются вихри, появляются возможности землетрясений. А то, что землетрясения были связаны всегда с социальными катаклизмами, об этом еще говорил Рерих, говорил об этом Махатма Ганди, и даже Лев Толстой об этом говорил. И мы в действительности наблюдаем, как только началась Великая Отечественная война, вернее, прошла революция, началась Гражданская война, трясло Кавказ, Закарпатье, как только началась Великая Отечественная война, трясло всю Европу, землетрясения были и в Москве, и в Архангельске, и в Кишиневе. Когда прошла культурная революция в Китае, там тряхануло так, что погибло, ну, официальные данные говорят 200 тысяч человек, в действительности говорят о многомиллионных жертвах, потому что трясло практически весь Китай. Это все результат этих эмоций. И социальное, оно определяет экологию. Нам нужно поменять, в принципе, направление молитв. Конечно, сейчас это сделать невозможно. Моя речь, мое выступление, это будет вопиющего глаз в пустыне. Никто, в принципе, менять не будет. Но нужно знать, что, в общем-то, нам подготовили смену оси, смену оси, которая должна переместиться с Северного полюса на Вифлеемский и Мекко-Иерусалимский треугольник. Почему это хотят сделать? Дело в том, что у нас Земля каждый год практически, если у нас события, нарушают свою последовательность. У нас же раньше всегда люди жили по ряду, были поэтому порядочные люди. Но эта древне-православная традиция, напрочь сейчас у нас отсутствующая, она определяла фактически каждый год повторение одних и тех же событий, которые происходили у нас в году. То есть, если мы, допустим, начинаем учиться 1 сентября, то есть каждый год мы начинаем учиться 1 сентября. У школьников это хорошо наблюдается. Если у нас программа такая, и эта программа все время выполняется, с небольшими отклонениями, но она где-то близка. То же самое касается крестьян, то же самое касается рабочих, но все, в принципе, специальности подвержены одинаковости из года в год событиям. Если эти события меняются настолько, что у нас их оказывается больше, чем 33%, у нас происходит рождение нашей биосферы, нашей планеты в четвертом измерении, происходит ее разделение. Мы этого не ощущаем, мы этого не видим, но это происходит. Каждый раз в Рождество, которое наступает 21 декабря, не 7 января, не 20 там какого-то, а именно 21 декабря, когда у нас происходит смена продолжительности дня и ночи на увеличение дня. В этот момент начинается Рождество. Это Рождество связано не с Христом, это Рождество связано именно с нашей планетой. Она делится. Делится биосфера, делится каждый человек. Они это, ни биосфера, ни Земля, могут и не чувствовать. Как, впрочем, не чувствуют это и люди, но они делятся. Когда деление происходит неправильно, возникают двойники в этом обществе. И, в принципе, это становится сразу же объектом секретности. По данным КГБ у нас, ну, сейчас уже ФСБ, где-то около 5000 дел, которые связаны с двойниками. Люди, которые совершенно идентичны, которые, в принципе, у нас остались, не перешли в другой мир. Или появились, наоборот, из того мира. И из-за этого у нас иногда получаются двойные названия целых поселков, где там тоже двойники. Об этом тоже нам, как правило, неизвестно. Но примеров много. Кашира в Московской области и Кашира в Краснодарском крае. А поселков, которые с одинаковым названием, их вообще не честь. Не все, конечно, вызваны тем, что они появились там. Конечно, есть случаи, когда они просто названы так же, потому что там жили ткачи, например, и Ткачева. Или там жили кузнецы, и там поэтому Кузнецова. Но большие поселки, целые народности, которые появлялись, и история это зафиксировала, из ниоткуда, особенно много в Дагестане, особенно много в тех местах, где горы, на тех же самых Гавайях, где более 5000 видов языков только, а у нас всего лишь там и 2000 считается, а там такое количество, обилие языков. Причем племя, которое живет в этой долине, оно говорит на непонятном, совершенно на языке, и со всеми другими племенами не связано. Это как раз то место, где вот эти деления происходили неправильно. И получалось, что много людей, много поселков из параллельных структур оказывались в нашем мире. Вот это деление, оно приводит в конце концов к размножению в четвертом измерении. А четвертое измерение, это в принципе, когда Земля летит, она же облетает цен галактики, а цен галактики у нас, цен галактики, наша планета, облетает за 24 тысячи лет с небольшим. Нам рассказывают про 150 миллионов лет, но это все неправильно. неправильно, потому что у нас вообще у науки такое впечатление, что делать все, чтобы нас держать в невежестве и нищете, потому что все, что касается правильных и истинных вещей, они все освистываются, оплевываются, забываются или выдергиваются из контекста, как, например, из той же физиологии человека, которая в принципе не такая, как сейчас нам рассказывают, очень много всяких вещей, которые были известны в 19 веке, сейчас их не изучают, хотя они в принципе, ну в нашем, я имею в виду, в обществе, можно узнать это и количество желез, которые, например, находятся у нас на аорте, их больше 20, но кто об этом знает, это и те железы, которые находятся на лобковой кости, которые в копчике находятся, межсонные железы, мы про это уже не знаем, это все вычищено, и это вычищение, оно происходит не только в физиологии, тоже происходит и с физикой, например, мы знаем о том, в 19 веке об этом знали, что звук вызывает электрические импульсы, как и сам звук, в 19 веке этот закон, он изучался, и он очень важный, сейчас об этом мы не знаем, в школах об этом не проходит, в институтах, в университетах тоже об этом не знают, а таких вещей много, я уж молчу про теплород, там, флагистон, и те эффекты, которые были с ними связаны, об этом вообще ничего нету, потому что у нас происходит постоянная потеря знаний, и наука, в действительности, современная наука, я не говорю ученые, а те, которые стоят во главе этой науки, они призваны только, что, чтобы все отрицать, все заминать, и чтобы мы ничего не знали, поэтому я хочу сказать, что сегодняшняя ситуация, она в принципе зависит, нет академии, наук, нет собо, нет каких правительств, оно в принципе зависит от людей, если люди захотят изменить направление своих молитв на север, они спасут землю, если не захотят, ну, значит, тому и быть, я просто хотел сказать насчет этих вот хороник, хороника это когда Земля повторяет одни и те же события в течение 24 тысяч лет, они повторяются точно так же, как они повторяются в году, точно так же, как они повторяются в Большом Галактическом Годе, они всегда повторяются, и нам, в общем-то, светит, поскольку этих вариантов много, нам светит катастрофа, чтобы ее изменить, нам надо изменить направление моления, те предсказания, которые делали и Ванга, и Эдгар Кейси, и Матрона, их много, этих предсказаний, и они, кстати, разница, они нам пророчат светлое будущее, супер развитие и так далее, но дело в том, что сам по себе прогноз, это как раз делается подчас для того, чтобы он никогда не осуществился, вспомните, как вы только озвучили какую-то цель, которую вы хотите достичь, она может вообще никогда не сбыться, то есть озвученный прогноз, как правильно, не сбывается, такая вещь имеет место быть в нашей жизни, с другой стороны, когда много людей считают, что так оно и будет, и оно будет, потому что они верят в это, но многие из нас верят в то, что у нашей страны будет прогресс, когда мы кругом видим разруху, когда мы смотрим и видим полный раздрай, сплошная коррупция, сплошной беспредел, и как с этим быть, как можно думать о каком-то возрождении, большинство людей утохло, у нас суицидов сейчас, хоть об этом опять же не рассказывают, но мы стоим на первом месте во всем мире, то есть в этом нам повезло, так вот эти все хороносферы, или как говорили наши предки архи, они связаны с тем, что они могут быть разными, судьба, она не предрешена, она может быть изменяема, но у нас к сожалению сегодня жреческого сословия нету, те, которые знают, их нет, мы можем только лишь уповать на себя, на тот уровень знаний, который у нас сейчас есть, и если сейчас нам в принципе приходит из тех хороник, из тех разнообразных вариантов нашей жизни, одна из них катастрофа, другая процветание, третья война, четвертая, пятая, десятая, их много, от нас зависит, как мы сделаем нашу жизнь, и что мы сможем противопоставить на сегодняшний день той закулисе, которая сегодня нас гнобит и ведет катастрофе, кстати, о закулисе, закулиса, вот как сейчас стало уже ясно и понятно, нам, конечно, рассказывали и про серых инопланетян, нам рассказывали и про рептилии, но в действительности всем правят, как ни странно, сириусиане и догоны, которые, в общем-то, их исследованием, французскими исследователями показало, что они, в общем-то, здесь поселились на земле только для того, чтобы ее обжить и подготовить почву для прилета тех своих граждан, которые потеряли свою звезду, Сириус, он, как известно, состоит из трех звезд, а они говорят о том, что была четвертая звезда, которая взорвалась в свое время и поглотила многие планеты, немногие успели и смогли спастись, но сейчас они болтаются в космосе в силу того, что у них планеты своей нет, и они облюбовали нашу землю и хотят здесь поселиться, то, что сюда и значит те же рептилии, что сюда и всякие инсекты и прочие пытались и пытаются в принципе внедриться, это в принципе для них не страшно, и это даже они сами и провоцируют, на сегодняшний день, когда у нас кураторы сменились, рептилии в общем-то убрали, было, помните, в 2011 году гуло, это вот как раз была война по изгнанию этих рептилий, практически 1200 подземных городов на сегодняшний день освобождено, как показывают исследования этих городов, там в принципе ничего не разрушено, но нет не людей, потому что много обслуги было людской, и нет не самих рептилий, они все покинули землю, но они оставили после себя мощную структуру, которую сами себя называют СС, ну расшифровывается просто силы Сатаны, силы Сатаны, потому что Сатана он здесь в принципе всегда присутствовал и присутствует до сих пор, и он возглавляет эту закулису, которая в принципе определяет всю политику всех правительств, более-менее известных государств, и соответственно значит вершит здесь свои темные дела. Большинство из-за кулисы, которые в общем-то проживают здесь у нас на нашей же земле, они живут в специальных поселках, которые как правило находятся недалеко от крупных городов, и куда невозможно попасть как правило. Ну а если вы туда попадете вдруг, то туда вряд ли вы сможете выбраться. там живут и косоги, которых мы знаем как черти, там живут и песеглавцы, которых мы знаем как бесы, там же живут и просто люди, которые заражены вирусом вампиризма. Если вы туда попадете, конечно, оттуда мало кто выходил живым. Это в принципе единичный случай. когда начинаются всевозможные войны, революции, голодоморы и прочие неприятности в нашем обществе, связанные со всякими кризисами, они выходят на охоту. Они говорят, что пришла пора жатвы, и они начинают эту жатву. Ходят, они вооружены, и они отстреливают практически местное население, невооруженное, и используют их и на мясо, и на если они их берут в плен, в рабство, и значит на всевозможные инзины, которые они продают и сдают этим, сдавали раньше рептилиям, сейчас это прекратилось, сейчас весь абортативный материал, ну какой-то момент он выбрасывался, но сейчас снова нашлись силы, которые стали его прибирать. Так вот, эти силы, они как раз и самые опасные, ведь они расстреляли тот же самый Санкт-Петербург в 1917 году, когда произошла революция, 6,5 миллионов человек, там не осталось ни одного жителя, нам сейчас рассказывают, что там немножко там постреляли и все, именно расстреляли всех, сейчас в Питере всего лишь навсего 4 миллиона человек, чуть меньше было расстреляно в Москве, потому что революция, которая произошла в 1918 году, ее потери людской силе, да, оно еще никому не дано посчитать, та же Манчжурия, но она правда позже погибла, но там было 70 миллионов человек, их всех вырезали, у нас когда произошло деление России, да, ведь множество, кто не поменял язык, а практически везде жили русские в Европе и на востоке, их же тоже всех вырезали, сколько там миллионов, неизвестно, армяне подняли бочу, что там турки повырезали, это не турки, это вырезало вот это вот за кулисы, для которых в принципе нет никаких норм, они как правило без души и без морали, поэтому в общем-то у нас нет необходимости творить эти революции, выходить сейчас там на всякие митинги, демонстрации и все прочее, это нам готовит опять же все за кулисы, для того, чтобы нас еще больше загнать, так сказать, и уменьшить количество народа, чтобы нас уничтожить собственными руками, потому что за кулисы она не может прямую нас уничтожать, она уничтожает вот с помощью тех же лампиров, которые живут вокруг городов, с помощью тех же самых косогов, которых в принципе ведь местные, тех же самых готов, ну, год они не совсем местные, но в принципе они здесь давно живут, тех же самых песеглавцев, песеглавцев тоже, они разношерстные, там, часть не работает на эту высосовскую структуру, часть продолжает работать, и они все будут выходить, они будут всех отстреливать и мы безоружные люди принципе этому не можем противостоять но мы должны знать поскольку нас толкает к этой революции толкает опять к этим эмоциям которые могут опять вызвать всякие землетрясения тем более у нас все ядерные станции они построены специально на линиях разлома геологических разломов так что если начнут трясти большое землетрясение они все автоматически взрывается 500 ядерных станций даже чуть больше и если они все одновременно взорвутся у нас фон только лишь радиационный будет таков что даже не выживут микробы то есть нам создали все условия чтобы нас здесь не было когда выгнали рептилии вы помните что был обстрелы земли всякими типа челябинского боли да но это был не болит это было именно бомба не таких бомб прилетела на землю 22 штуки этот который только заметили но пресс прошло а их было может быть еще и больше и они были направлены именно в те места которые могли спровоцировать или взрывы или значит ядерное заражение как с челябинском потому что они на ядерный могильник летели или еще какая-нибудь фигня потому что они хотели нас уничтожить то есть если им не достается то пусть она никому не достанется то есть если их выгнали то пусть и те уйдут отсюда хотя конечно на сейчас современная современные кураторы помогли отстрелять все эти болиды ни один болит земли не достиг но кто эти кураторы к сожалению с ними до сих пор связь не смогли установить что у них но не какая цель и что они здесь хотят сделать то что они не общаются с нами это говорит о том что у них не все хорошо относительно нас в планах поэтому общем-то дело подводя так сказать итог своего выступления я могу только сказать одну вещь нужно рассчитывать только на себя никто нам не поможет не космос не дальний космос него вселенной кто там живет кстати вселенный космос это разные понятия космос связан с космосом это проникновение из параллельных пространств вселенная это то что мы наблюдаем так вот не во вселенной не в космосе никто нигде нам помощи ждать некуда нужно рассчитывать только на себе и все кто у нас христиане все кто у нас мусульмане они должны изменить направление своего моления то есть они должны молиться на север как всегда молились земляне для того чтобы ось не сдвинулись то что эгрегор который находится в принципе на севере у нас и он возникает создает это вот вращение он и обуславливает вращение земли там где нет вращения планета мертва потому что там нет вообще никакой жизни и остатков ее тоже нету так таким планетам можно отнести и луну и можно отнести меркурий и практически но не каждый второй спутник нашей солнечной системы у планет но большинство из них они тоже лишены жизни потому что они вращаются одной стороной всегда к планете или к солнцу как меркурий потому что у них нет уже не магнитного поля нету этого эгрегориального поля психополя которое было когда-то там когда там была жизнь это было цивилизации было тоже процветание они были на луне они были и на других спутников планет солнечной системы которые по размерам тоже как и луна это его и колеоста и титан и ганимед их много которые такие же большие как луна принципе там была жизнь а на европе до сих пор в принципе ее фиксируют то есть там поверх того что она кстати говоря единственный из всех планет солнечной системы земной группы имеется ввиду не пострадала там нет ни кратеров которые как сейчас показывают исследования образовались в результате ядерных взрывов там нету вот эти неровных поверхностей там все ровно покрыто льдом под который бушует в общем-то океан и на поверхности которые проходят трубы правильной величины прямые которые говорят о том что до сих пор там цивилизация существует и и идет какая-то жизнедеятельность поэтому она и вращается нормально поэтому она в общем-то и живая и у нам для того чтобы ожила и не изменилась вот это вот ее траектория вращения надо изменить моление направление моления потому что когда они нам поменяют и и у нас изменится хроника нам у нас будет совсем другая судьба которая после катастрофы грозит только тем что цивилизации нашей не станет как не стало в принципе уже десятка цивилизации которые были когда-то на земле у меня хранятся фотографии больше 90 всяких видов черепов найденных на земле которые говорят о том что это все разные виды представители совсем различных цивилизаций некогда существовавших на земле эти черепа можно найти в интернете конечно но не обязательно конечно что они там сохраняются вся эта информация вычищается естественно просто я за ней слежу и вовремя скачиваю эту информацию поэтому заканчивая свое выступление еще раз хочу вас призвать тому чтобы вы и распространяли эту информацию что молиться нужно на север чтобы никакой оси мекка иерусалим и ирифлеем не образовалась чтобы ось была там где она и должна быть на северном полюсе я вас благодарю за внимание если будут какие-то вопросы можете сейчас задать хорошо благодарю информация очень интересные волнующие вопросы конечно же к нам поступают от меня маленький вопрос точнее кто и как каким образом меняет ось земли то есть перестали люди молиться на север и что дальше вот это надо уточнить прежде чем я начну зачитывать вопросы вот смотрите когда мы молимся как мусульмане складываем перед собой ладони у нас звук превращается во вращательный солитон этот солитон но если звук он распространяется он в итоге гаснет вы крикнули и он погас тут же солитоне он существует столетия у нас записывают в камерах египетских пирамидах слова и речь жрецов которые там были потому что они молились и у них солитоны эти остались и магнитофон с чувствительным микрофоном способен записать речь этих жрецов что собственно говоря и было сделано а уже прошло не одно столетие и это связано как раз с тем что солитоны звуковые могут существовать вечно когда они сливаются а подобные сливаются между собой они образуют большое вращающееся поле которое и закручивает нашу землю когда все молились и на север молитвы были все одинаковые прелегий то и было всего одна язык был всего один культура была одна и поэтому когда все молились у нас и получалось а что ось закручиваясь земля крутилась всегда правильно теперь когда у нас стало четыре конфессии основных еще тысячи всевозможных сект пошел разнобой еще 19 веке профессор ленгли доказал что наше солнце было синим и лишь пятиметровая где-то прослойка создала вот этот желтый цвет и она у нас сегодня желтая а почему так произошло потому что у нас появились эмоции ниже чем синий цвет синий цвет это высокие частоты эмоции которые связаны с торговлей с обманом с войнами с голодом с переживаниями всевозможные которые рождаются в тюрьмах ну и там когда безработица и все прочее они все имеют низкую частоту или красную или желтую или оранжевую и в результате этого попадая на солнце а эмоции у нас все летят на солнце потому что у нас же ведь планеты они же составляют из представляет собой сепаратор сепараторе все легкие частицы а наша мышь легче намного чем само плотное тело земли поэтому они устремляются к центру и в центре на солнце они концентрируются на солнце находится и мысли всех людей и их чаяние и эмоции и переживания и ощущения все на солнце результате того что изменилась чистота у солнца у людей у солнца тоже изменилась чистота ведь у нас даже почва была другая ведь посмотрите у нас сейчас только красный зём желтый зём и черный зём три цвета а был и белозём и зеленый зём и голубый зём и ну белый зём да и даже фиолетовый зём это связано опять же с частотами глины остались этого цвета а почва уже нету а глина это остаток почвы и и поэтому мы принципе потеряв вот эти почвы вот а кстати говоря эти почвы у нас земли еще очень интенсивно вывозили инопланетяне часть из них они складировали на луне о которых кстати говоря значит есть и данные что они там в качестве терриконов сложены наши астрономы это объяснили явление тем что был когда-то взрыв в результате падения метеорита и эта почва вся улетела на луну и там вот аккуратно сложилось в такие терриконы но это смешное объяснение но тем не менее они не верят в инопланетян не верят что нас тут оккупируют и эксплуатируют как хотят да потому что ведь тот же самый профессор амшинский новосибирского университета посчитал что нужно человечество из добытого сырья нужно всего лишь пять процентов куда 95 процентов уходит никому не известно вернее известно это происходит эксплуатация человечества по полной программе может мы всего лишь тратим на себе пять процентов а 95 мы отдаем дяди и это профессор то есть он не может ошибиться так вот я хочу сказать что в результате того что на солнце сегодня у нас всякие вот эти мысли сегодняшнего дня я не удивлюсь что мы скоро все станет красным а иногда и при вас ходе или заходе она действительности имеет красный цвет то есть она потихоньку смещается вообще в красный цвет вот это результат наших эмоций наших переживаний прочих тонких проявлений человека и к этому нужно относиться очень серьезно я понимаю что с точки зрения науки который у которой цель но не у самой ноги конечно у ее за кулисы все не пускать все запрещать и ни о чем не говорить таком но над нам-то и понятно почему это все происходит нам понятно почему нам все время меняют наших писателей их не произведения нам понятно почему ту же блаватскую перередактировали так что это вообще не блаватская нам понятно почему всех остальных авторов которые что-то подобное пишут писали тоже отредактировали очень хорошо то есть это все происходит происходит опускание человечества происходит изъятие знаний о вселенной о мире и поэтому нам нужно в общем-то в этом плане создавать свою науку ведь у нас было 3 у русского общества называлась 3 слов 3 реально осталось а вот уже три нету 3 вообще она есть там какая-то богиня по-моему у этих латинян но это не имеет значение это было от римской империи наука и все прочее ну к это навка вообще-то новая то есть новый совершенно парадигма которая призвана для того чтобы затушевать нам наши взгляды наши настоящие нормальные истинные взгляды она все должно погасить у нас академия если перевести ее на русский язык как и так палач а эдем это рай на старорусском языке и академия-то палач рая у нас потому что были ликадемии ликадемии это ликадема то есть создавался ликадема и жрецы которые принципе то что мы сейчас их называем учеными они как раз создавались весь тот арсенал разнообразие биосферы животных там растений это все создавали жрецы это не бог это именно жрецы которые древле православные потому что у нас русская культура это была волшебная культура это был волшебные знания даже если сравнивать нашу математику сегодняшнюю да которым четыре действия всего лишь навсего сложение там вычитание умножение деление но есть еще возведение в корень возведение степень извлечения корня и логарифмы то всем получается а в нашей математике или просто там бесконечное количество действий бесконечная то есть насколько наша математика унижена по сравнению с тем что у нас было деле православие в русской волшебной культуре я могу приводить таких десятки примеров как нас это все опустили в принципе из столь большого расширенного ответа я понял что изменять ось земли достаточно просто перемещать можно мысли в одно место и там эта ось образуется сейчас как раз эти как их некоторые называют социальные паразиты пытаются делать они переводят внимание людей переводят молитвы и помыслы не в то место которое нужно и получается что нам угрожает смена оси который повлечет собой очень серьезные катастрофы тогда из этого все следует следующее на мой взгляд что те люди которые тратят свои мысли молитва это выражение мысли это упорядоченные мысли и внимание так вот когда они занимаются всем этим не в ту сторону то в этом случае нам грозит проблема и им необходимо перенести опять свои мысли туда где они и должны быть то есть молитва направлять в сторону севера но ведь из этого следует что по сути вы предлагаете так сказать религиозную революцию чтобы и мусульмане и христиане и иудеи отказались от тех мест где они молятся куда они направляют внимание и направляли их по древнему ведическому взгляду на север так получается да насколько они готовы это все сделать или здесь даже вопросы готов ты не готов не важно главное что если ты это не сделаешь что будет в общем те каюк тут уже выбора не осталось да в принципе да так что пускай товарищи прислушались ну что ж теперь переходим к вопросам так не по теме вопроса не буду задавать так что лучше давайте время не будем тратить на это сразу перейдем к теме владимир изметичи задает вопрос в эфир владимир алексеевич здравия единственное спокойное место на земле это под землей да не спрятаться куда дело в том что ведь посмотрите что такое извержение сверх или супер вулкана как сейчас называть стали вот как а то когда взорвался да значит волна была 36 метров она достигла берегов там и индии она была в индонезии как это находится в индонезии 36 метров она и практически не затухая идет так сказать она достигла берегов индии там но всей азии фактически и африке вот и она за счет этого только и потухла так если же произойдет взрыв да и что-то вы крокотал это ширина где-то 800 метров жерла вулкана до кратера вулкана а сама жила уходит на глубину 16 километров но его взрыв такой был я родил такую волну 36 метров если взять тоже я устал он который в общем-то готов взорваться у него жерла 55 километров на 72 километра и глубина залегания этой лавы 640 километров то есть это уже сравнимо с диаметром и радиусом земли если такая штука рванет это будет взрыв 80 тысяч раз больше чем взорвался крокота у и это если произойдет взрыв зимой 80 его произойдет лето днем то мы устремимся от солнца ничего хорошего от этого не будет если это произойдет ночью то мы устремимся к солнцу тоже ничего хорошего не будет поэтому нам нельзя что взрывались эти вулканы а их 30 там та же самая логарито который еще больше по своим размерам то есть если на название тронутые остальные вулканы которые находятся там и 3 мощных самых вулкана в соединенных штатах америки только в соединенных штатах америки в европе тот же самый донской кряж самый мощный мч супер вулкан у которой тоже начинает подавать признаки жизни потому что там идет война тот же самый исландский вулкан в японии вулкан в той же индонезии вулкан даже около бона германия там тоже супер вулкан и все это бабахнет ночь что останется у нас от нашей цивилизации и цивилизации было не день десяток на земле на просто рассказывают что мы тут они единственные много было всяких цивилизаций если посудки черепа и рогатые и усатые и с шестью глазами и с тремя глазами щекам каких-то конец черепов они находятся у нас обнаруживались у нас на земле то есть это было были совсем другие цивилизации и с огромным объемом черепной коробки да то есть умные были по определению этих и они тоже погибли а если брать всяких там великанов у нас есть черепа которые с рост человека обнаружены есть черепа которые поменьше там 5 метровые люди там 18 метровые вот а вообще этих вот гигантов они представители принципе очень древние цивилизации вот где к титаны титаниты которых сбросили согласно значит гривне гривне греческой легенде в тартер ну действительно стени живут в аиде кто стартур это верхние 7 этажей согласно махабхарате а это он там дальше сколько там это же неизвестно но их много не всем понятно что это и в центре у нас находится логос одно чудес света которые создали наши предки и собственно говоря мы заложники вот этой ситуации потому что 7 чудес света это не те которые нам рассказывают пирамиды там стена вот эта китайская александрийский там маяк статуя зевса нет это все лапша на уши у нас настоящие были чудеса света потому что свет это даже больше чем мироздание и у нас на земле эти 7 чудес были сделаны нашими предками вот этими вот титанами и прочими которые после которых уже жили и другие вот эти вот цивилизации ну типа вот наши которые жили недолго нашей цивилизации в действительности там 300 лет от силы 300 лет всего лишь навсего потому что последний потопом был в 1611 году не последняя предпоследний то что тут еще были потопы спровоцированные войной 1812 года ну и так далее в общем если рванет то спрятаться нигде не удастся но он такой хорошо дальше вопрос от владимир смыть еще он продолжает задать вопросы у меня есть один знакомый от него пахнет как от собаки какова вероятность того что у него в роду были писи главы то есть смысле не просто он собачник и собаку дома держит а вот именно от него пахнет собак но вообще вот собачий запах он связан с мясоедением если человек ест но как правило он пахнет тем что ест поэтому если человек ест травку да но от него и будет пахнет там молоком там или еще чем-то уж трава нам часто молоком пахнет или значит фруктом если он есть там всякий аромат на этого фрукта и будет пахнуть то есть это не то что он писи глаз писи главцы нас роду есть потому что писи глазки эти днк они присутствуют у некоторых людей но это не значит у нас писи глаз внешний вид вид не писи главца кстати говоря вот это вот как он называется то волчье небо да она тоже связано как раз происхождение писи главцев вот у шляпины кстати был волчье небо и это не говорит о том что человеком неправильный просто счет неправильный понятным дальше владимир азматич продолжает опрос задавать владимир алексеевич сатана эта группа существ или одна личность или сатана это совокупная человеческая глупость нет это существо в действительности существо с которым и вот александр невским насколько я знаю пытался справиться и в принципе его там они захватили все и вот эти сказки которые остались что в общем то там он смог этих охранников уболтать убедить что его отпустили да ну то есть у него силы внушения мощные его удержать конечно никаких возможностей нет и убить нет возможности поэтому общем то он всегда оказывается в выигрышном состоянии и он не совсем на человека он не похож но может предстать человеком может превратиться кого угодно вот но и слуг у него очень много в действительности и они не относятся ни к этим рептилиям они не относятся значит как с кем-то другим завоевателям бывшим завоевателям земли до которые тоже у нас службе у сатаны состоят вот но не все кстати грей берет вот он берет тоже избранных которых он видит которые его не придадут которые будут уничтожать там грабить там насиловать вот таких он берет они ему исправно служит а те у которых есть душа которые подвержены состраданию или еще но ему такие не нужны сейчас существует более там я считал 140 где-то название сатаны но туда свалено все там и благодетели человечества и его так сказать истязателей его злодеи то есть все помешано в кучу но у нас ведь истории нет как правильно сказал это невзоров у нас есть фантазии на историческую тему когда один фантазер ссылается на другого фантазера мало в действительности так и есть история реально более-менее у нас сегодня написано это махабхарати и то это очень отдаленно потому что тоже писали захватчики хорошо дальше виктор вопрос эфир задает владимир ассеевич а как бороться с этими тварями знание только знанию дело в том что ведь смотрите у нас наука да и учеба вся у нас же было образование раньше образование полностью разрушили образование было связано с тем что нас образовывали тонкие тела которые у нас разрушаются при смерти то есть эфир на страны ментальной она погиба они погибают остается только значит вот родовое там тело душа дух но у кого есть еще значит божественное тело такие тоже есть люди вот три тела надо создать создать за свою жизнь для того чтобы была связь с душой нормальная четкая у некоторых и без этих созданий тонких тел создается эта связь и они знают все практически потому что главная методология это получение знаний не учиться вот именно образовать себя чтобы иметь возможность но то есть образовать эти тонкие тела почему и образование вояне образа своего образа но в этих тонких телах которые прокладывают вот этот вот путь ниточку к душе для того чтобы это было свободное общение свободный обмен информацией когда есть методика получения информации то что информация прежде всего не то что нас научили что у нас пять континентов или что нас значит девять планет эта информация она пустая то есть нас можно конечно учить там всякой географии там еще чему-то но ты информация она не нужна для жизни особо вот не нужно вы же и путешествуйте не путешествуете и всякие там идти то чем у вас учат там синусы косинусы вам это тоже в жизни то мало когда при его пригождается хотя в общем-то знать об этом но это не стоит 12 там 10 лет обучения это можно все как вот у щетинина за год а весь 10 все 10 классов пройти а потом идет получение информации вот методик получения информации их очень много одна из них это вот эти образование через образование мы получаем доступ к своим прошлым жизням где у нас все знания где у нас все навыки зачем нам снова все это постигать изучать на собственной шкуре проходить делать эти ошибки когда у нас прошлых жизнях все уже было поэтому нам нужно вспоминать прошлой жизни почему католики так против этих прошлых жизней потому что они разрушили у нас образовательную систему а у нас образовательная система она еще была 19 веке когда и большие и малые учились вместе потому что класс это было пола ас то есть прохождение кола на том свете и на этом свете это кола вот сколько вы таких кола вспомнили такой у вас и класс то есть кола ас и асы это мы потому что все в прошлых жизнях были когда-то а сами а ас это выше чем боги то что бог это всего лишь нас его богатырь это всего лишь нас его 3 кона ас это уже второй третий круг то есть это первый круг там 9 кланов второй круг это тоже 9 конов и третий круг там 9 к ну ас это или второй или третий круг то есть представляете кого был у нас уровень уровень у многих не он сохранялся повелители вселенных как пишут те же самые индусские веды потому что мы жили на горе мира откуда повелевали звездами и планетами а сейчас в чем мы повелеваем конечно чем-то да печально ну ладно идем дальше реплика из youtube от григория гордиенко всегда на север горал головой сплю вот если люди на север головой спят что-то меняется в мире нет нет у вас просто правильное магнитное поле потому что у нас она несмотря на предсессию земли она все равно остается всегда на севере то есть на полюсе вот поэтому у вас выстроено правильное поле и в общем-то процессы чисто физиологически они у вас будут идти тоже правильно владимир измуте еще вопрос в эфир владимир сеевич насколько цыгане по родству близки песеглавцам цыгане как раз не близки они имеют индусское индийское происхождение и это кстати говоря они не так давно с 18 века появились потому что до этого были ли но они сейчас есть эти нам деле вот потом с киев это тоже же цыгане потому что из гоняли значит территории но захватывали когда вот гражданская война у нас когда было у нас же тоже куча обозов люди уезжали за своих мест нужды их убивали и они сбивались по значит в эти обозы для того чтобы выжить потому что обоза там ну какое-то было прикрытие защиты и вот эти все мародеры которые выходят в эти моменты они получали отпор поэтому в обозах было проще сохраниться и они вот есть их было много этих обозов их просто потом советская армия со всеми разобралась этими обозами так бы они бы ездили бы до сих пор потому что нет нигде приткнуться-то было как раз вернее эту новую власть не признали старая нету тут все еще и грабят точно так же цыгане их согнали потому что в общем-то александр невские действительности он разбил ну этот оплот да и в общем то они пошли по по свету как леви в свое время пошли как с киев пошли бы их много было потому что ни одно государство погибло в результате вот этих войн youtube и дмитрий беляске желаю доброго здравия владимир алексеевич у идем дальше ладимир измытищ вопрос в эфир от владимир измытищ и владимир алексеевич жители северного полушария должны молиться на север а жители южного полушария южного полюса я правильно тоже на север тоже на север так идем дальше из ютуба сергей плюшкин работают ли религиозные эгрегора в настоящее время пошла информация что после квантового скачка вся информация обнулилась здесь видите это параллельные вещи они не связаны то есть у нас все равно это же чисто физическое урение вот эти солитоны они все равно концентрируются там куда их послали послали вифле но там они будут концентрироваться хотим и не хотим и ось начинает вот болтанку вот эту нам это нужно я думаю что нет вопрос в эфир от михаил из москвы при восходе солнышка его встречать благодарностью на востоке а провожаешь его с благодарностью на западе когда по времени суток попадает чтобы посылать свои добрые слова и позывы на север благодарю дело в том что на север мы молимся богам а к солнцу вообще это делали как проложиться и том что на солнце идут требы треба не потому что возвращаются и происходит так как в принципе захотели житься то есть это в общем-то управление восток это управление 7 это как бы поддержка гомеостаза постоянство нашего вращения потому что масса людей должна молиться на север а жрецы они в общем-то должны управлять этими процессами какие должны быть у нас на земле но чтоб не стало хуже во всяком случае и воздействовать на солнце то есть это прерогатива жрецов вопрос эфир от свена из швеции переживает человек владимир алексеевич вы рассказывали что очень много ученых артистов и певцов было убито мне интересно как вы еще живы с вашими знаниями ну вы что думаете не пытались убить а вот а вот так и жив да так он даже есть тут и какая ситуация человек все равно же он не сам по себе вот если там нет за тобой никого то в принципе долго не живешь а если какие-то есть силы то тем которые заинтересованы в твоей смерти ими тоже может плохо быть понятно так владимир замытишь продолжать вопрос и владимир алексеевич современная эстрадная музыка попса и рок создаются ли тонны создаются ли тонны которые мешают вращению нашей планеты они создают но в силу того что они в разнобой они не определяют как но они себя и гасит да но когда это знаете вот когда в одну сторону другую в третью в результате ноль вот но это вот когда человек например он горит одно делает другое думает третье он тоже обнуленный у нее нет силы почему наши предки сюда говорили правду почему у нас было слово крепко потому что и слова и дело и мысли были в одном направлении поэтому они были сильные а вот сегодня даже смотреть по выписке да тоже девятнадцатом веке если выпили там двухлитровая была бутылка если они выпили по бутылке и мне в одном глазу сейчас если человек выпил бутылку пол-литровую но он уже был уже лежит сила сила понятным так дальше виталий из эстонии всех славян поздравлять с важником пасхет 6 на 7 апреля 2016 года идем дальше виктор вопрос в эфир а зачем вообще молиться ведь наши предки ни о чем не просили богов ославили их а судьбу творили своими руками дело в том что христиане мусульмане иудеи не все молятся мы же про них говорим мы же не говорим про наших предков и наши религии там ну кто нашу религию знает разводы обчелся и потом ведь слова религия она вот сейчас к нашим конфессиями к отношениями религия это повторяющийся соединение лига саде неоре повторения то есть религия то соединяет наше сознание с нашими прошлыми жизнями у нас до нас была религия дрели православие это или диана основной признак деле православия работа с прошлыми жизнями если нам говорят что нет просто их жизни то это не православие. То есть это чисто декатоличество, которое посылает тебя на тот свет, пусть и земля будет пухом, и всё. Поэтому наши предки, да, они славили богов. Но они славили тоже на север. Это как молитва работает, в принципе. Ну, если смотреть, что молитва — слово мова, а мова — это речь, произношение, слова, то в этом случае получается, да. Вот молитва сейчас попутана. Дело в том, что моля, это молево, моляр, мольберт, отсюда идут слова. Это всё представление. У нас ведь язык, он был связан или с богами, или сензар, который работал с природой. Но это был чисто жреческий язык. И говорили в основном жрецы, это сейчас нам сделали язык средством коммуникации. Мы сейчас общаемся, не кажем, не показываем образы. Мы сейчас вот передаём звуковой язык. Это должны делать только боги, и только к природе, и только к богам более высоким. А сейчас, видите, это всё изменилось. У нас вот последних казаков, которые могли казать, их добивали в годы советской власти уже после революции. Поэтому у нас сейчас все могут говорить только на звуковом языке. Казать уже никто не может. Ну, я говорил не про мулю, а про мову, то есть мова, мова. Ну, в принципе, ясно, ответ понятен. Так, дальше. Вопрос от Владимира Замутича. Владимир Замутич, вспышки на солнце и огромные протуберанцы. Это результат того, что с Земли идёт поток неправильных солитонов? Получается, что поклонники сатаны могут молитвами создать солитон, который вызовет всесжигающий солнечный протуберанец? Конечно, запросто. Дело в том, что вспышки на солнце это неправильное явление, и они возникают из-за того, что у нас разные конфессии, между которыми именно захватчики создают постоянное трение и натравливают друг на друга. Поэтому на солнце возникают эти вспышки. Все же подобные же притягиваются к подобному, хотя нас, конечно, учат наоборот по физике современной. И в результате этого подобные мысли христиан, подобные мысли мусульман вместе столкнулись, возник протуберанец. Протуберанцы иногда достигают орбиты Земли. Так один раз он достиг, но прошёл не в нашей плоскости, поэтому Земля была спасена. А так, в принципе, это всё работа наших вот этих конфессий. Как раз по теме эфира, да. Из Ютуба Дмитрий Белявский. Поясните, пожалуйста, как должен выглядеть древнеправославный крест. Ну, древнеправославный крест это практически копский крест, только единственное, что у него не под кругляшком, а чуть ниже сделано. То есть там шейка ещё образована. А у коптов у них просто круг, чёрточка и тут чёрточка. Ну, то есть вертикально-горизонтальный круг. Получается, голова без шеи, а в древнеправославии там с шеей. Владимир Изматич, вопрос в эфир. Владимир Алексеевич, математики, которые изучают комплексные числа для тех, кто забыл это число, квадрат которого имеет отрицательный знак. Так вот, эти математики пытаются создать математическую модель загробного мира? Это сатанисты выходят? Ну, комплексные числа, они вообще относятся к площади. Вообще-то, да. К площади, да, это всё нормально. А говорить о мнимости там какой-то, что корень нельзя из отрицательного числа вычислить, это же всё так вот называемое правило знаков есть, да. Вот можно с помощью правила знаков доказать, вот как там доказывал Деникент, по-моему, или Дидикент. Да, Дидикент. Можно доказать, что минус на минус есть плюс, да, и можно очень так же доказать, что плюс на плюс есть минус. То есть, это всё от отношения зависит, да, человека к данному знаку. И поэтому мы, вот эти вот комплексные мнимые числа, мы их не можем воспринимать, как за какую-то истину. Как, если рассматривать, как площади, да, можно, значит, рассматривать, как площади, да, они в действительности и площади и описывают. А вот какую-то потустороннюю силу, там, нет. Это всё связано с разной чистотой, потому что тот свет, он именно отличается от нас чистотой. Более высокая чистота. За счёт более высокой чистоты мы их не видим, а они нас. Нет, они нас видят, но мы сквозь них можем проходить. Они сквозь нас тоже могут проходить. Как мы сквозь воду проходим, сквозь воздух проходим, точно так же сквозь этот тонкий мир. Виктор, вопрос в эфир. Получается, что вулканы это гравитационные двигатели нашей планеты? У нас гравитационный двигатель, одно из чего свет, кстати говоря, сосредоточен тоже на Северном полюсе. И он, в общем-то, позволял нашей Земле путешествовать по Вселенной и по космосу. А сейчас он, естественно, выключен. У нас ещё осталась древняя транспортная система. В некоторых местах, ну, кто знает, конечно, он может телепортироваться в те места, которые, в общем-то, задуманы были, телепортироваться вплоть на другие планеты даже. Можно было телепортироваться. Это, можно сказать, в этой транспортной системе. А вот то, что вы говорите, вулканы, они вообще появляются за счёт того, что существуют подземные, вернее, существовали подземные города, которые скидывали энергию, и она копилась. Копилась, значит, в литосфере и в конце концов приводила к извержениям. Потому что у них, вот у нас, вот в Тартаре, там, и прошлая цивилизация тоже живёт, хотя там и живут эти, жили, вернее, и рептилии там жили, и, ну, кто там не жил только, да, вот. Дело в том, что у них всё равно не всё правильно в плане вот этой экологии, в плане, значит, вот потребления энергии, то, что лишнюю энергию они сбрасывают, им куда-то её надо девать, а она копится, и в конце концов образуется расплавленная порода, да, которая представляет из себя лаву, и которая, в конце концов, извергается. Вулканам ведь нет объяснения нормального, как они вообще, почему там возникает это. Ну, где-то там какое-то трение или ещё что-то, но трение, да, оно есть. Но там ведь на глубине, ведь если мы брать будем, значит, наш поверхность, да, там 70 где-то километров, потом базальтовый слой, ну, первый у нас идёт гранитный слой, потом идёт базальтовый слой, потом, значит, где-то уже ядро. Вот. Но это так предполагается, там Бог его знает, как оно в действительности, потому что Земля считается полом, а в центре сделан логос, а логос он представляет из себя, как некий светящийся шар, который освещает там вот эту вот внутреннюю поверхность, и там люди ходят, титаны в данном случае ходят наоборот, то есть они к нам как к голове, получается. Вот. То есть вулканы нет, они не двигатель. Двигатели наши предки тут всё уже продумали, всё сделали. И, кстати говоря, эту систему, индусы знают, как её запустить, потому что наш человек, который там был, они ему это рассказывали. Вот про этот вот механизм, который способен перемещать Землю и в космосе, и, значит, во Вселенной. Просто это всё надо восстанавливать, это всё надо узнавать, и, в принципе, эти знания, они есть. И не за кулисы, и непрописные об этом знают, и индусы об этом знают. Но я имею в виду высокого там посвящения жреческого. Хорошо. Из Ютуба Елена В. задает вопрос. Мы оккупированы. Вопрос. Кто нас оккупировал? Буквально два слова. Ну, во-первых, тут были рептилии, которые нас эксплуатировали, тут и сириусяне, которые нас тоже эксплуатируют и продолжают, в принципе, эксплуатировать. И тут осталось из-за кулиса, которых создали те же рептилии с сириусянами совместно, которые продолжают тоже нас эксплуатировать. Так, дальше. Григорий Гордиенко. Все, на дачу, в деревню переезжаем. Дальше реплика от Аза Велесова. Недавно наблюдал радужный круг вокруг Солнца. Это просто явление такое или что-то там на Солнце могло происходить? Явление, в смысле, земное преломление. Оно, в принципе, известно, это явление. Дело в том, что, видите, есть как бы, то, что могут объяснить наши физики, да? А есть явления, которые необъяснимы. Ну, например, в египетской теме айпериористке возникает. И вот, когда, допустим, Крестуса распяли, ведь была же египетская темень, то есть вся природа была против того, чтобы убивали этого человека, потому что он был на уровне Бога. А дело в том, что вообще кто верует, кто работает с Богами, да, у них же чудеса действительности происходят. У них появляются вещи, неизвестно откуда, и деньги появляются, неизвестно откуда. То есть, а не потому что веруют. Я таких людей знаю. И поэтому, когда такие люди погибают, да, возникает вот явление, например, как египетская темень. Солнце никто не заслонял, но взялось, потухло. Елена, 777, вопрос эфир. Здравия. Что еще можно делать людям, кроме молитвы на север, чтобы спасти землю? Благодарю. Ну, а что мы еще можем сделать? Пропагандировать еще только и все. Какие еще у нас могут быть возможности? Мы же не президенты, никто, мы же не можем приказать так, ни папы римские, ни имамы там, или еще кто-то. Ну да. А ну-ка, все давайте на север молиться, сказал президент и папа римский. Все стали молиться. Так, Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Дьявол – это группа существ, и титул – верховный демон в христианстве. Такое мнение у него. Дальше. Если есть комментарии, пожалуйста, коротко можно прокомментировать. Если нет, то идем дальше. Светок 99, вопрос эфира Светланы. В Иннете попалась инфа. Одна женщина, будучи в Москве, в измененном состоянии добралась до Логоса. Из центра Кремля она провалила землю до самого центра земли, до Логоса, и поставила на Логос свои программы. Возможно ли такое, на Логос ставить программы? Ну, Логос сейчас выключен. Там хоть ставь, хоть не ставь, он не работает. Его должны запустить опять же вот эти титаны, которые знают, как с ними работать. Кстати говоря, вот на теле человека, да, но это вот тоже стало известно от таких людей, что на теле человека вот эти точки, которые акупунктурные, считаются, что для лечения человека, в действительности, для управления Логосом. И вот у белого человека у него около 2000 точек таких, ну, у китайцев, у них поменьше 1600. Ну, китайцы ими лечатся, а мы, в принципе, можем управлять Логосом. Если когда его запустят, то, в принципе, эти точки, ну, это как вот компьютер, управлять вот компьютером через эти точки, потому что он сделан по образу и подобию человека, Логос, и, соответственно, значит, он имеет те же точки, которые на теле человека, управляющие точки. Пульт управления, получается, человек. Ну, да. Так, дальше. Вопрос эфира из Ютуба от Сергея Плюшкина. Верно ли утверждение, что сегодня все практики, таро, рейки, прочие, и также сектантские направления заблокированы? Ну, их пытаются заблокировать, но я пока не вижу, чтобы у них это всё получалось. Хорошо. Вопрос в эфир от Ирины. А возможно, что Трипура, созданная демонами, является нашими Фатой, Лилией и Луной? Две упали, а вот третья действует до сих пор. Ну, у нас дело в том, что хоть и говорят, что Луна там падает, они не могут упасть по определению. Дело в том, что вот сейчас, когда стали прилетать на всякие кометы, там, да, те же самые валиды, вот, они прилетают не потому, что они должны, значит, вот сюда прилетать, потому что у нас процесс разрушения на Земле достиг апогея. Разрушение тянет разрушение. Кометы, они образовались в результате разрушения планеты, находящейся между Сатурном и Ураном. Это поиск комет там находится, да. Вот, астероиды, которые в качестве болидов к нам прилетают, они образовались в результате разрушения планет, планеты между Марсом и Питером, находящиеся. И вот эти все планеты, они же как разрушение, да, они начинают, ну, малые планеты, к нам тянутся, потому что здесь тоже очаг разрушения. Тут рушатся общество, тут рушатся люди, рушатся судьбы. Ну, а что сюда не прилететь? Когда был у нас рай на Земле, таких моментов просто быть не могло, потому что созидание тянет созидание, и сюда никакие разрушительные, ни цивилизации паразитические, ни разрушительные, никто сюда не сунется. И тем более, все эти болиды, все эти кометы и прочие разрушительные вещи, они сюда не сунутся. Если они у нас и происходили когда-то, то, значит, у нас был тоже такой же разрушительный бордель, который сегодня мы наблюдаем в нашем обществе. Я Гриша, вопрос в эфир. Здравия, здравомыслие Владимир Алексеевич. С чего вдруг планета Земля должна сменить свою орбиту от взрыва вулкана? Если вы сравните вулкан с реактивным двигателем, то должен сказать, что энергия взрыва будет рассеиваться о купол атмосферы Земли. Это то же самое, что запускать реактивный двигатель в закрытом помещении. Шуму наделать много, вибрации будут, но помещение останется на месте. Только ремонт потребуется. Я спорить об этом не буду даже. Потому что в любом случае этого взрыва, взрыв Йелл-Стоуна он приведет 5-ти километровая волна. 5-ти километровая. Выше просто не может возникнуть, потому что у нас 5 километров глубина, средняя глубина океана. Так вот эта волна, представьте, вот кто-то там построил себе бункера, где они хотят спрятаться, а здесь 5 тысяч тонн на квадратный этот будет. Ни одна конструкция не выдержит. Поэтому все будут погребены заживо, кто пытается и пытался там спастись. Это смерть еще хуже, чем быть утопленным там или засыпанным этими лавой. Лучше, как говорил там, и тогда живые позавидуют мертвым, да? Да. И тогда кто-то будет через тысячу лет наши там или через десять лет наши черепа расковыривать, говорит, о, была какая-то цивилизация. Люди назывались. Ёлка, вопрос эфира. Владимир Алексеевич, здравствуйте. Что Вы знаете о тотемных животных, астральные и тотемные животные, которые принадлежат конкретному человеку? Это первый вопрос. А вопрос второй, что такое печати на ауре? Говорят, что они показывают, кто перед тобой стоит. И вопрос три, воин света, кто такие, все ли себя идентифицировали им присущие мелочи и мечи или крылья или то и другое? Благодарю. Вот три вопроса. Что Вы знаете о тотемных животных? Первый вопрос. Ну, смотрите, у нас многие животные имеют человеческое происхождение. Это доказывается тем, что у ланей, у волков, у тигров, у львов, у них периодически рождаются, у коров даже, у них периодически рождаются дети, люди. Нам это объясняют тем, что они их своровали. Ну, как, например, у коровы родился ребенок человеческий, ну, что он будет его воровать? И своих телят мало, что ли? Вот, в том-то и дело, что есть явление в природе, называется обратно к предкам. У нас вот у некоторых людей там рождается обезьяна, например, об этом, правда, не рассказывают. Рождается, значит, хрюша, рождается собачонок. Это все явление происходит, просто об этом широко не рассказывают, но это же позор с одной стороны, но тем не менее в книге «Молот и Ведьм» эти случаи, они описаны. Но раньше это понятно было от этого инквизиция, которая зажигала соответствующих людей из-за того, что у них такие вещи происходили. Сейчас такие еще есть, если происходит, там с рогами, например, родился ребенок, их помещают с Клейфосовского или с хвостом, например, или с шестью грудями, но с шестью грудями там ничего не делают. Я знаю таких людей, у которых шесть грудей, они нормально себя чувствуют. Так вот, им отпиливают эти рога, им отрезают эти хвосты, это тоже все шито-крыто, не подкопаешься. И поэтому у них тотемные животные это те вот у народов, в которых они были превращены или от которых они произошли. То, что имеется в виду. Писеглацы это не местные, они сюда прилетели. и если у нас рождаются писеглацы у людей, да, ну, значит, у них в потомках присутствовали эти виды. Дело в том, что, ведь, как правило, ведь, когда захватывалось общество, там, мужчин убивали, женщин насиловали, и потом не разрешали еще делать аборты. И в результате, ну, вот это, такое смешение происходило. и у нас вот сейчас такие моменты происходят. То есть, возврат к тем, от кого, в общем-то, ну, кто был в предках, в общем-то, так. Поэтому, во время вот этих вот магических войн, которые происходили у нас на Земле, большинство людей, они, ну, убивать-то их было запрещено, и поэтому превращали людей в неопасные формы. То есть, им вытягивали челюсти, им делали рога, чтобы поразить слуховые, они уже не могли. Потому что вся же война, она была основана на звуках, и это сохранилось, собственно говоря, во всей военной терминологии. Там, война, вой, поле брани, броница, солдат, сола, атака, так, да. То есть, все связано со звуком, так или иначе. И у нас вот эти вот махания шашек, там, как нам рассказывают, там, мечами, вот этого всего не было. Было стояние. Стояние, причем на реке, как правило, потому что надо было омываться, на тебя напустили всякую хворь, там, немогуту, вот эти все превращения, надо было бежать в реку, омыться и снова начинать действовать против противника. Превращали. Когда разрешили убивать, тогда уже это было второзаконие, это было изменение нашего канона, который сейчас в Библии называется, потому что в Библию входит и Ветхий Завет, ведический, и Ветский Завет, который сейчас Евангелием называется, Благой Вестью. Ветский Завет, это как раз вот Веда и Веста была в канонах. Вот и Библия так потом назвали, ведический там и Ветхий Завет. Вот. Так вот, происходило воздействие на противника, чтобы он становился не опасным. Рога там ему, роговение губ, поставить на четыре кости, вот. И в результате возникли вот эти вот виды, которые мы сегодня в домашних имеем, да, они темные, потому что их, ну, кстати говоря, у римлян они все были в почете. У нас, у русских, были все другие животные. У нас был медведь, у нас была ласка, у нас был лось, у нас был мамонт домашних животных. Сейчас их нету. Нам сейчас навязали коров, которые с нами воевали, потому что корова, она вообще, это первые завоеватели земли, тавры, так называемые, да, с коровой вот кровь связана, да, кровать, кровать, это место пыток, в действительности, у нас постели, правильно она называлась, но сейчас кровать ими стали называть, потому что там место пыток нам вместо сна сделали. Вот. Потом, значит, собаки. Собак у нас не было. У нас были медведи, вторую функцию выполняли. Еще в 19 веке это было. Вместо кошек у нас были ласки. Ласок тоже выкинули. Вот. Хотя они до сих пор, в общем-то, ласковые. То есть, ну, у кого была ласка, конечно. Вот. Ну, мамонтов их вообще истребили. Вот. А у нас, в общем-то, мамонт в хозяйстве использовался. Вот. Ну, использовались птицы, там были соколы, там, и сейчас остались там соколиные охоты, но такая сейчас не видать, да, вот, то, что было у нас. Это тоже у нас были татемные животные, потому что в них превращены были наши союзники. Медведи были нашими союзниками. Пхаваган, который описан в этом Махабхарате, король медведей, он, в принципе, с нами был на одной стороне. Значит, Ганнибал, который сейчас каннибализм придумали, но в слоны никогда не были людоедами, тем более мясоедами. Вот. Он воевал на нашей стороне. Его тоже, значит, записали. Ганиш и Ганнибал одно и то же лицо в действительности. Вот. Ну, кто не помнит, это в Махабхарате, значит, предводитель, царь слонов был Ганнибал. Или Ганнибал. Ганнибал, который воевал с помощью слонов. Ну, нам говорят, что он сам был слон, слоноподобный человек. И сейчас, кстати говоря, в Индии до сих пор ждаются детишки со слоновьей головой. Вот. Совсем недавно было сообщение, например. Вот. И все, кто был превращен, они становились тотемными. То есть, они становились на службу человеку, который собирался их потом превратить в животное. Просто вот обратно превратить не всегда получается. И оставляли на тот случай, когда кто-то там наберется от этих возможностей, чтобы их возвратить обратно в человеческий вид. Вот. Поэтому отсюда вот тотемные животные. Второй вопрос. Что такое печати на аури? как говорят, они показывают, кто перед тобой стоит. А воины света? Это второй вопрос. А воины света? Это третий вопрос. А воины света? Третий вопрос, да? Да. А второй про печати на аури. Вот. Печати на аури. Ну, тут видите, такого понятия печать на аури. То есть, есть какие-то там наури изъяны. Как правило, они связаны с болезнью. Это пробои там всевозможные. Женщина родила, вот у нее там тоже какая-то непонятка в районе таза. Значит, какие-то там мысли или еще что-то получили, значит, притяжение лярв. А этот мы можем воспринимать как какую-то печать. Вот. Ну, это все лечится фактически, да? От всего можно избавиться, от этих же лярв можно избавиться с помощью, опять же, своих же мыслей, почистив их, да? И не думая о том, чего, что не попадет, да? Что нам не нужно. Потому что мы все тянем. Думаем о разрушении, разрушение притянем. Думаем о созидании, созидание притянем. И думать надо всегда правильно, положительно. Вот. Что касается воин, воинов света. Да, кто есть такие? Вот. У нас есть русское воинство, оно до сих пор существует. КГБ за ним, сколько я, значит, помню, гонялось за ним все время, да? Но ни разу, никогда никого не поймали. Потому что они, во-первых, меняют свой внешний вид, они могут проходить сквозь стены, появляться ниоткуда и никуда исчезать. То есть у них все эти волшебные технологии сохранились, но дело в том, что они существуют не только в нашем мире. Воины света, они те же самые вольные каменщики. Сейчас вольными каменщиками специально назвали масонов для того, чтобы им поставить клеймо и чтобы люди боялись их и с ними не общались. А в действительности это русские волшебники, которые могут переходить из одного пространства в другое за счет камней. кстати говоря, у них камни из разных местностей, они их могут складывать к себе в пазуху и соответственным образом исчезать. Потому что у нас вот это выражение «не держи камень за пазухой» осталось, а оно как раз означает то, что человек может в любой момент сигнуть от вас. А вы когда ему говорите «не держи камень за пазухой», то есть не убегать я не сделал я хороший не убегать. То есть выражение осталось а это как бы понятие совсем уже другое. Так вот эти вольные каменщики «Войны света» «Русская война» это в принципе синонимы все. А они в общем-то достаточно хорошо и сильно могут помочь если вы с ними встретитесь. Вот я думаю когда по мере распространения знаний о древнеправославии когда люди перестанут бояться вот этих вот вольных каменщиков могут конечно и масоны тоже подписаться что они вольные каменщики но они такие же вольные каменщики как и я балерина то есть они к ним никакого отношения не имеют а нам делают все специально то есть все переворачивают вот точно так же у нас те же самые которых записали в сатаны да там в дьяволов и так далее благодетели человечества чтобы мы о них думали плохо и так делается с каждым нашим героем с каждым благодетелем для того чтобы у нас не было истории для того чтобы у нас не было тех кому можно было поклоняться кого можно было с кого можно было брать пример кого можно было возвеличивать вот все делается и это делают как раз вот это за кулиса вот эти захватчики, которые остались после прогнанных вот этих кураторов на сегодняшний день. Уточнение было, военно-света присущи мечи или крылья, или и то, и другое? Да там что угодно может быть. Дело в том, что вот эти вот левитации, она же была вообще у нас как бы обычными явлениями. До сих пор есть деревни, где девочки под пирантом возрасте могут летать. Но их сжигали всегда за эти вот способности. А дело в том, что у них, ну вот как раз когда такие вот периоды происходят, девушка, девочка превращается в девушку, у них явления левитации происходят. Если у мальчиков явления вот этого богатырства могут происходить, когда наоборот давливается, то есть у них увеличивается очень сильно вес, может увеличиваться. А у девочек наоборот он очень сильно уменьшается. Поэтому девочек сжигали на кострах из-за этого. И когда у нас был случай такой, нам девочка хотела показать, как она может киритировать, а мать сказала, дура, ты хочешь, чтобы тебя сожгли. Даже до сих пор помнят, что за это могут сжечь. А просто правильное питание. У нас же ведь питание нарушено, мы думаем, что мы едим правильное питание. У нас всё, во-первых, зерно заражено грибком. И вот сортность, она же определяется не тем, что там вырастили в лучших условиях, а тем, что там какой процент этого грибка заражения. 20% – ну это высший сорт. 40% – ну это второе сорт, а 80% – ну это, конечно, третий. Ну а четвёртый – это уже полное заражение. Так, ясно. Наталья, неужели нас совсем некому защитить? У нас кроме самих себя нет защитников. И в принципе, смотрите, у нас ведь женщины в действительности, это были лучшие воины. У нас потому что вот энергии, ну всякие вот энергии, тонкие жихи, фимии, липичи, сицы, да, сицы – это высшая энергия. Вот всей энергии у мужчин нету, она есть только у женщин. И ци тоже, в принципе, си, в принципе, у мужчин есть. Вот а ци только у женщин. И вот благодаря этому женщины – это были лучшие воины. Амазонки – это наши женщины, которые перестали рожать детей, то есть они не матери, уже ама, не матери. И зонг – военная песня. И они могли начинать уже защищать родину. Потому что у нас мужиков, в принципе, всегда перебивали. Вот, и оставались они – женщины и дети. И женщины и дети воевали. Потому что у нас войска были детские и женские. И детишки, почему у нас князья становились в три года, как этот Святослав Хоробрый в три года стал воином. И Александр Невский, он стал в четыре года воином. Потому что не было мужиков. Воевали дети и женщины. Из Ютуба Елена В. Если среди нас так много разных, не думаете ли вы, что нас обманывают, что наша Земля маленькая и круглая? Может быть, мы живём на громадной Земле, и рядом есть другие Земли, а нас туда просто не пускают? Ну, у нас Земля, она в действительности протяжённость имеет в четвёртом измерении. Потому что мы вращаемся вокруг центра галактики. И у нас и прошлое, и будущее, и настоящее, они все сосуществуют вместе. Вот как кинолента, она сразу вся есть. То есть мы и в прошлом можем оказаться, и в будущем можем оказаться, и в настоящем можем оказаться. В зависимости от того, что мы включим, на каком месте. Вот эта изменчивость, это как раз определяет наше положение на хроносфере. А дело в том, что мы можем менять вообще эту киноленту. То есть мы можем, например, сегодняшний разговор о том, что нам меняют ось для того, чтобы изменить хроносферу, для того, чтобы мы освободили Землю. Для них это очень важно, для захватчиков. Потому что если у нас ось останется, даже если будет катастрофа, человечество возродится. Изменили ось, значит, человечество уже не возродится, потому что придет другая хроника. Мы перейдем на другую хронику. Поэтому и, в общем-то, задача это все сохранить. Я, Гриша, вопрос в эфир. Какие молитвы лучше читать на север для гармонизации оси? Да вы можете читать христианский, даже если вы христианка. И можете читать мусульманский, если вы мусульманка. Это не имеет значения. Главное, чтобы поменять направление. Но если вы придерживаетесь ведических направлений или древнеправославия, ну хорошо, читайте древнеправославные молитвы или эти. В любом случае они будут складываться, создаваться литоны, и будет правильное вращение Земли, оси Земли. Всё-таки уточнение от Оренбуржца идёт. Что такое за молитва, что надо молвить на север? Всё-таки какой-то пример есть? Или, как вы сказали, что угодно читали, лишь бы только благие помыслы были? Ну, я не могу вам рассказывать древнеправославные молитвы или славы богам. Но вы можете их найти. В принципе, они есть. И у родноверов, и... Там сейчас много течений в попытках возвратиться к старой вере. Но я... Ну, то, что сейчас славянский, то, что называется, да, древнеславянские направления. То есть родноверческие там и так далее. Родноверческие. Староверческие. Ну, понятно, в общем, мысли с нас. Да, то есть есть у староверов прекрасные молитвы. Есть та же самая молитва «Отче наш». Её практически все знают. Ну, читайте её. Она же тоже будет создавать там эти солитоны. Тоже будет объединяться в большой эгрегор, который будет закручивать правильно нашу ось. Будет читать мусульманина. Там тоже будет создаваться ось. Иудеи тоже будут создаваться ось. Но иудеев немножко. Их 2 миллиона всего лишь, как они считают. 49 миллионов, которые живут в Китае, готовых стать жителями Израиля. Ну, это всё равно небольшая цифра. Потому что мусульман их больше всего. А ведь Европа, например, она сейчас ведь безбожная. Там же 30 тысяч храмов закрыты. Вдумайтесь, 30 тысяч храмов. Им нечем платить, потому что за аренду земли и прочее. Прихожан нету. У нас в России в основном ещё только сохраняется это христианство. А мусульманство оно везде. Нам ведь самое главное — мусульманам повернуть правильное направление. Потому что ни евреи, ни христиане, они дают, конечно, вклад, но самый большой вклад дадут мусульмане. Так, дальше. Из Ютуба Сергей Плюшкин. Кто в больших городах осуществляет магическое воздействие? Оно есть точно? Значит, у нас 5 стран на сегодняшний день, которые не юридические армии. Это Соединённые Штаты Америки, Англия, Япония, Израиль и Франция. Все эти армии, они в основном работают на то, чтобы было плохо соседям в основном России и процветали их страны. Поэтому магические воздействия, они осуществляются на всю территорию нашей страны. У нас жридческих армий нету. Противостоять этим воздействиям некому. Поэтому идёт всё, как они задумали, что они делают. Но помимо этого воздействия существуют генераторы. Особенно их в Москве натыкано много. Которые вызывают и ярость необоснованную, и необоснованные всевозможные поступки, которые никак человек потом не может объяснить, зачем это он сделал. Это потому, что работают генераторы. И вот эти толпы, которые периодически начинают там всё разносить, это всё работа генераторов. Не только магических воздействий, они тоже, оказывается, существенные, но ещё и генераторов. Нам их наставили, будь здоров, сколько. Особенно в столице нашей Родины. Из Ютуба Иван Полунин. Владимир, спасибо вам за книги и информацию. Григорий Гордиенко. Владимир, ведь знания — это всего лишь матрица. Неужели здравомыслие не важнее? Тут понимаете, какая вещь. Здравомыслие, оно строится на знаниях. Просто так здравомыслить вы не сможете. Если вы не знаете, что ось, например, нам меняют с помощью вот таких вот нехитрых мероприятий, как молиться на Мекку, Иерусалим и Вифлеем, то что вы можете сделать? Вы можете только плыть по течению, чтобы нас уничтожило, нашу цивилизацию, человечество, и всё было по-ихнему. То есть они освободили Землю, наконец. Они же хотят освободить нашими же руками, да? Поэтому вот они организовали такой вот треугольник. Причём они ведь это не скрывают. Само-то меня поразило. Он меня нагло заявляет, что у нас это ось. Поэтому вот я сейчас выступаю. А в принципе, конечно, можно было бы тоже плюнуть на всё. Нет, это не наш подход, не наш метод. Плевать не будем. Будем дальше. Вопрос в эфир от Татьяны из Латвии. Здравия! Я очень верю, что наша планета сможет выжить. Известны ли какие-то признаки, что всё налаживается, кроме того, что глобально не происходят катаклизмы? Как мы сможем понять, что ситуация на планете улучшается? Или просто жить и радоваться? Что всё на своём месте? Благодарю за ответ. Кстати говоря, сейчас я смотрю много людей, у которых полная задница в жизни. Да, они радуются при этом. А они счастливые. Это, знаете, как старый анекдот. Сын приходит домой с дневником, а у него за четверть и двойки. А по пению пятёрка. Ну и отец ему говорит, так ты ещё при этом и поёшь. Ну да. Надо радоваться, да. В общем, да, энергия позитива всегда спасала нас и будет спасать. А если ещё и направлять её в нужное русло, в нужное направление, то совсем будет хорошо. Ну а какой можно сделать вывод? Давайте, наверное, подведём итог сегодняшней встречи. Буквально в этих словах. Как в виде инструкции, так вот, по пунктам. Пункт 1. Делать это, пункт 2. Делать это, пункт 3. Делать это. Не понял, смотри, пункт 1. Ну, собственно говоря, подводя весь итог нашему длинному разговору, это надо менять направление своей молитвы с востока, вернее, с запада, с Иерусалима, с Мекки на север. Только в этом случае мы сможем уберечь свою Землю от катастроф и от того, что задумали эти закулисные силы, которые хотят убрать человечество с этой планеты, с нашей планеты и занять её вместо нас. Нам можно противостоять только самим, если мы будем распространять эту информацию, рассказывать её своим друзьям, друзьям друзей и так далее, для того, чтобы она распространялась, и мы могли хоть как-то хоть что-то сделать. Главное, чтобы нам хронику не поменяли. Ну да. Другим словом, друзья мои, неважно, к какой религии вы себе относите на самом деле, вот мне всё равно, кто мой брат, там, как он вероисповедание, если помогает в жизни хорошо, но вы хотя бы сделайте выводы, хотя бы вы поймите, что если вы сейчас не измените направление своих мыслей, то очень серьёзно могут быть проблемы. Поэтому, может быть, стоит вам задуматься о том, что вы делаете и куда свои мысли направляете. Может быть, задумайтесь о жизни своих детей, своего будущего, и тогда всё у вас станет на место. Ну что ж, я напоминаю, что по одному из современных календарей у нас сегодня 6 апреля 2017 года четверг, по одному из старинных 36-го день месяца пробуждения природы 7525-го лета вторник. Кто празднует праздники по этому древнему календарю, тех поздравляю с праздником, пасхетом. А мы сегодня говорили про то, как религия приводит к катастрофам. И автор-сказитель у нас сегодня был Владимир Алексеевич Шемшук, за что низкий поклон, за очень интересную беседу, как всегда. И нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube, также выражая благодарность, друзья мои очень нас поддержали своими вопросами, своими мыслями, всё было очень к месту, и всё было замечательно. Так держать вместе мы сила, а порознь мы никто. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго, до новых встреч, услышимся, всем добра и быть добру! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для пытливых умов.